Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Сафонии и обратимся ко второй главе. В первой главе пророк возвестил приближение Дня Господня, который будет днем гнева, днем, когда негодование Божье и зальется на всю землю. И вот во второй главе мы видим слова, которые обращены конкретно к некоторым жителям Палестины, в первую очередь к народу Божьему и к соседним народам, занимающим соседние территории. В самом начале второй главы, обращаясь к иерусалимлянам, Господь через пророка говорит, исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный, посмотрите на себя, говорит Бог, что вы на самом деле из себя представляете. Это непростая вещь, но тем не менее, вот этот призыв исследовать себя, это, наверное, и есть начало покаяния, то, с чего может измениться человеческая жизнь, когда ты непредвзятый и честно смотришь на самого себя. И это, кстати говоря, то, что возможно только в благодатной помощи Божьей нужно просить Духа Святого для того, чтобы видеть самого себя в правде, а не в тех иллюзиях, которые так любят люди по всей земле. Вот исследуйте себя, пока не пришло определение, пока не пришел на вас гнев Господень. И обращаясь к иерусалимлянам, пророк говорит, в защите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его, в защите правду, в защите смиренно мудрее, может быть, вы укроетесь в день гнева Господня. Логика таким образом такая. Мир рушится, потому что все народы поклоняются силе, поклоняются обманкам и утратили нравственный облик человеческий до последней крайности. В том числе это касается и народа Божьего, но он обращается к тем людям, которые согласятся его услышать и говорят, все равно, смиренные земли, в защите Господа, может быть, вы укроетесь в день гнева Господня, в защите правду. Даже вот в этом всеобщем разрушении, которое обусловлено нравственным повреждением жизни каждого человека, все равно пророки Сафония в том числе говорят о том, что есть надежда. Есть надежда. Может быть, если посреди этой вакханалии кривды все-таки держаться за правду и искать правду Божью, это если и есть где-нибудь шанс выжить, то в правде Божьей, только в том, чтобы взыскать Бога. Далее пророк обращается от лица Господня к нескольким окрестным народам с весьма, надо сказать, жесткими пророчествами. В частности, к земле филистимской Гази, обращаясь, он говорит, слово Господне, хананеи, земля филистимская, я истреблю тебя, и останется этот край остатком дома Иудина, ибо Господь их посетит, их возвратит в плен, их до плен-то еще очень даже далеко, а до возвращения из плена еще добрые столетия с того момента, когда Сафония произносит эти слова. Иногда, правда, некоторые толкователи думают, что, может быть, это символически имеется в виду некоторое освобождение из-под эссирийского гнета, но вряд ли это в самом деле так. Речь идет о том, что Газа и земля филистимская будут опустошены предстоящими войнами и катаклизмами и достанутся остатку дома Иудина. На самом деле, одна из важнейших мыслей для пророка – это вот этот самый остаток дома Иудина. Он свидетельствует о том, что хотя Иерусалим, его власти, его жители поражены языческой скверной очень и очень глубоко, но в нем найдутся смиренные земли, которые взыщут Господа и которые смогут сохраниться. И вот этот остаток дома Иудина наследует землю. Далее он говорит о Моаве и сынах Амоновых. «Слышал я, как они издевались над моим народом, величались над пределами его». Речь идет о том, что моавитяне на протяжении нескольких столетий, будучи соседним и близкородственным народом, ну вот, пытались презирать израильтян, хвастаться, что они сильнее, богаче, у них там патроны шибче и тому подобное. И военная мощь военнее. Тоже, на самом деле, конечно, между соседними и родственными народами, и мы сегодня такое замечаем. И вот для тех, кто хвастается, какие они сильные, да, перед соседними родственными народами, как теперь говорят братскими, «Вот им Господь говорит, живу я, говорит Господь Саваоф, бог Израилев, и Моав будет, как Содом, и остаток народа моего возьмет их в добычу». Вот два братских народа, иудеи и Моав, ну, родственные, весьма. Иудеи в очень шатком всегда положении, всегда с недостатком силы, богатства, славы, хотя тоже любят погордиться. Да, а вот Моавитяне прямо со страшной силой изображают из себя супердержаву. Бог на стороне того, кто слабее. Бог на стороне того, кто слабее. И вот он говорит, я жив, не вы все, это я жив, это моя планета, это моя жизнь, говорит Господь Саваоф. И Моав будет, как Содом, и остаток народа моего возьмет их в добычу. Ну, это очень поучительно, помнить, что бог на стороне слабых. И он говорит Моавитянам, это им за высокомерие их, за то, что они издевались и величались над народом Господа Саваофа. В то время это был один народ. Сейчас, конечно, как вы понимаете, в их христе нет ни елены и иудея, поэтому любой народ, самый маленький и жалкий, все равно народ Господа Саваофа. И за высокомерие будет истребление, за ним следует, как бы логически следует истребление. Страшен будет для них Господь, ибо истребит всех богов земли, и ему будут поклоняться. Таким образом, здесь Господь пророчествует, свидетельствует о том, что в конце концов, все то, чему поклоняются эти безумцы, язычники, все это будет истреблено, и поклоняться будут только Богу. И это в конечном итоге все и определяет. Но помимо Муава и Филистимлян, пророк Сафония также говорит о том, что прострет Господь руку свою на север и уничтожит и Ассирию. И эта великая держава, великий город Ниневия будет пастбищем, всякого рода животные, пеликаны и ежи будут ночевать в резных украшениях ее. Гибель Ниневии таким образом становится своего рода знаком того, что Бог побеждает всех. Это ведь та самая Ниневия, которая свою жестокость и насилие простирала на весь Ближний Восток. Это та самая Ниневия, которая величалась своей силой и своими богами, в том числе перед Богом Израилевым. И вот гибель и падение Ниневии будет знаком того, что Бог сокрушает все, любое человеческое величие, которое не ради истинного Бога созидается. Город, как торжествующий, живущий беспечно, говорящий «я и нет иного, кроме меня», он стал разваленными. Всякий, проходя мимо него, посвящен и махнет рукой, увидит и скажет «а, какая это все оказалась пустая гордыня». Субтитры создавал DimaTorzok